Кто-то поставил на запись, я забыла на запись поставить, только сейчас идет. Ладно, проехали. Вот, я работала на трех работах, как моделью, работала в основном в составе агентства города, менеджером по рекламе и в разных двух направлениях. Вот, с 18 лет я была в основном в составе модельных агентств города Краснодара и уже работала, скажем так, над международным контрактом и параллельно работала бухгалтером. Когда я закончила среднее образование, уже вот как-то заочно стала обучаться высшему, и вот все, то есть у меня уже была очень сильная карьера. Ну, я очень сильно, ну как, влюбилась и в 19 лет вышла замуж, порвала все карьеры, бросила основную специальность на работу бухгалтера и переехала в маленький поселок Сибирск, Алтайского края, 12 тысяч человек. То есть, в принципе, ну, полностью изменила свою жизнь. Если взять мои напарники, с кем я работала, у меня было два напарника, либо это девочка с девушками в паре ходили, это Евгения, либо это парень, с кем ходила также напарников, это Святослав. Чуть позже они поженились, они переехали в Москву. То есть, вот мы вот втроем были одни из таких вот составов, где постоянно перемещались по равномодельным агентствам. То есть, ребята стали очень известны. Женя снималась «Не родись красивой», там еще куча семинаров, Анжелика, ой, много-много-много сейчас еще какой-то есть, какая-то тайная, какие-то там, в общем, много, да. Да, Черков, Святослав тоже так же. Вот, и неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я вот резко не поменяла свою жизнь. Вот, приехав в Сибирске, я устроилась, стала работать военным финансистом. Вы знаете, вот очень сильно резко ощутила то, что когда есть деньги, когда нет денег. То есть, когда работала на трех работах, я зарабатывала почти как мои родители вместе, папа с мамой. Покупала себе вещи, у меня была лучшая косметика, тем более, когда работала модель, я могла себе позволить все крутые бренды. К нам приезжали, нам делали макияж с самыми лучшими известными визажистами, макияжисты, крутая косметика была, я покупала только дизайнерские платья. И когда я переехала в Сибирске, зарплаты тогда были маленькие, я помню, что я мечтала, я один раз в месяц могла себе позволить купить шоколадку, один раз в месяц могла позволить купить яблоки. И у нас практически не было мяса, там, помню, один окорочок, это было и первое, и второе, чтобы большое приготовить порцию. То есть, мы, скажем, выживали. Поэтому, когда пришла косметика Reflame, я подписалась, потому что очень часто натыкалась на подделку. Я уже брала, то есть, Max Factor, тушь, это не та, какой-то парфюм, это тоже не тот, вообще совершенно другой. То есть, я подписалась, ну, как бы так, ладно, потому что, в принципе, я не воспринимала эту косметику, вообще, как бы, компанию всерьез, бизнес всерьез. Но так как, скажем так, надо, у нас ближайший пункт выдачи находился очень далеко, мне пришлось 6% уровня открыть офис, заняться организацией доставки раз в неделю. Ну, в принципе, на этом и закончилось. Только вот еще через год я начала, скажем так, посетила первое мероприятие Reflame в Новосибирске. Здесь я поняла, что деньги здесь есть, я поверила, что здесь деньги есть, а не просто какое-то потребление, какая-то продажа косметики. И когда это было обучающее мероприятие, когда я посетила большую мотивационную новогоднюю встречу, когда я увидела, что здесь есть все, здесь есть красота, стиль, салфиты, красивые платьюшки, красивые люди, успешные люди, я, конечно, вспомнила, то есть я к этому стремилась еще давно, когда работала модель, мне все это очень нравилось. Я поняла, что быть бухгалтером, работать, скажем, в военной форме, ходить на то время, как бы военным генералтистам нам заставляли одевать военную форму. Вот. И тогда я начала активно работать, уволилась, и тогда пошел карьерный рост. Конечно же, я не знала, что делать, как делать, потому что у меня не было вышестоящего лидера, кто бы обучил, подсказал, но тем не менее, вместе со Светланой Волковой, с которой мы жили в одном подъезде, ее пригласила моя соседка, которой я показывал каталог, я всем соседям раздавала каталоги, ну, потому что я была ленивая, мне было лень куда-то либо далеко ходить, поэтому на расстоянии вытянутой руки находились мои клиенты, это вот мои соседи, либо мои люди на работе, но клиентов я всегда искала не для того, чтобы продавать, потому что я это слово вообще не любила, мне было дискомфортно, да и сейчас, в принципе, прошло практически уже 15 лет, я не могу продавать, я только подсказываю людям, подбираю косметику. Так как я работала, преподавала еще дополнительно и дефиле, преподавала дефиле, делала макияж, платные макияжи делала, визажистом подрабатывала, мне нравилось подбирать продукцию, рассказывать, как правильно ухаживать за лицом, но на этом как бы я рассказывала, вот здесь вы можете покупать на прямую компанию, все, так всех своих клиентов я подписывала, то есть четкой системы не было, она формировалась, вот скажем так, на нашем опыте тех людей, которые приходили в команду. Что было дальше? Когда я получила свидетельство, тогда еще свидетельство о регистрации, и это очень важно, что раньше я работала на официальной доходе, я имею стаж, что с пакет, никаких там, скажем так, как говорится, доходов, конвертики, особенно сейчас как бы это важно, потому что очень многие получают черную зарплату где-то, вы слышали о таком, что есть, да? Наверняка. Еще очень важно, что работая на основной работе, вы платите 13% подоходный налог, кроме того, за вас предприятие платит еще, Наташа Мастюгина, очень прошу, подскажи ты, бухгалтер, сколько платит фирма за физическое лицо, сколько процентов, там 30 с чем-то, я не знаю, Наташа, ты больше знаешь, как бухгалтер, вот, выходит порядка там 40% вы платите своего дохода, заработанного в государство, не знаю, зачем, как, мы платим в Арифлейм всего лишь 6% и также имеем полный соцпакет, ту же пенсию, 40 с лишним получается, Наташа, подскажи, Наташа больше знает, она бухгалтер главух, вот. Что произошло дальше? У нас с мужем 10 лет не было детей, как мы только не пытались, делали 3 попытки коэкси, потом, скажем так, все это лечение довело меня до реанимации, мне сказали, мне запрещено всем этим заниматься, вот, и тут пришел Wellness в Арифлейм. И получилось так, что примерно 3-4, 4, наверное, 5 месяцев мы с мужем пили, и я забеременела. Но это была не случайность, потому что ближайшие, когда я родила ребенка, я узнала, что у нас пошел бэби-бум, с разницей буквально 2-3 месяца, у Натальи Гришаевой тоже, как бы, разница 1 месяц, Дерибаскина, по-моему, месяц позже родила, и пошел, пошел, пошел. Я не знаю, сейчас, наверное, знаю, около 100 таких историй, женщин, которые забеременели с продукцией Wellness. Потом, когда я поехала в Эгелезу, я спросила у Сига Стена, кто разрабатывал эту продукцию, также спрашивала у многих профессоров, у врачей, почему Wellness, почему он так повлиял, почему он влияет, почему женщины, которые долго не могли забеременеть, беременеть, это же не лекарство. Все говорят, да, это не лекарство, но дело в том, что в нашем организме не хватает каких-то элементов правильного питания, белков. Все об этом подробнее мы расскажем на вебинарах про Wellness, как это влияет. Ну, вот, как бы, это моя история, уникальные факты. И, наверное, то, что я забеременела, я тут же в этот же день ушла в декретный отпуск, я не хотела ничем заниматься. Я практически, наверное, 6 месяцев я лежала, потому что для меня самую ценность была мой ребеночек, потому что столько лет мы его ждали. Вот, и потихоньку, к тому моменту я начала работать дома через интернет. И вот одна из этих регистраций, у меня, ну, как бы, стала появляться команда, в 7 месяцев я вышла из декретного отпуска и начала активно работать в интернете, и потом, как родила, потом наняла няню, когда было ребеночку, 6 месяцев. Вот, и с тех, с того момента я поняла, что именно с ребенком, именно дома можно сделать классную карьеру. Здесь, наверное, присутствует Екатерина Ганюк, она первая в истории о рефлейн, кто сделал звание за год, работая только на одноклассниках. Сейчас методы поменялись, сейчас практически все пошли работать в интернет, сейчас никого не удивишь, но, тем не менее, мы были начальником этой системы, и у нас все учились. Что произошло? Моя жизнь очень сильно поменялась, каждый год потом дальше пошли закрываться новые звания, прошел тот щелчок, мы поняли, как нужно делать, что нужно делать. Я посетила 25 страну, для меня это была мечта, потому что вот именно смотреть мир разными глазами. Компания мне подарила автомобиль Volvo, с уровня, сейчас уровня директора компании оплачивает машину, ну и, скажем, с уровня бриллианта Volvo, и сейчас программа будет включена, что вы можете, с уровня бриллиантова директора, вы можете получить в лизинг любой автомобиль стоимостью 2 миллиона, компания за вас будет его платить. Если до, когда директор вам выплачивается, попозже расскажу, премия, каждый месяц 13 тысяч рублей, то с уровня бриллиантова директора компания вам дает сам автомобиль и оплачивает потом каждый месяц, еще в течение 3 лет за вас рассчитывается. Главное, чтобы вы росли по сравнению с прошлым годом, делали большой прирост. Мой доход, сколько можно зарабатывать, чтобы вы увидели глобально, сколько можно зарабатывать. То есть за прошлый год мой доход составил 4,5 миллиона, рекордная выплата была в январе, когда практически я отдыхала в Абудаби, такой был летний праздничный месяц, в этот месяц я получила 1 миллион, более миллиона рублей, включая премию за новое звание. Вот, как говорила, что очень много стран я посетила с Арифлейм, все это бесплатно, и это была самая моя главная мечта, ради которой я хотела стать золотым директором, о чем мы с вами поговорим. Сначала с золотым директором, потом бриллиантовым, потому что это 2 раза в год. А сейчас уровень бриллиантового директора вы посещаете 3 страны в год. Это менеджерская конференция, это золотая конференция и бриллиантовая конференция. Следующие конференции, которые, следующие оплачиваемые отпуска, которые уже, скажем так, в списке, да, это вот вы видите, да, какие будут. Вот смотрите, кто из вас поработал на основной какой-то работе, ну, 10 лет просто трудового стажа. Вот вы закончили высшее образование и прошло как минимум 10 лет. У кого-то 15 лет. У кого прошло 10-15 лет после того, как вы закончили высшее образование? Скажите, вот ваша работа после этого, сейчас кто-то предоставляет вам оплачиваемый отпуск, например, вот 2017 год, Майами, США, Италия, Греция, Софины, Болгария и следующий месяц. Вот вы вдумайтесь, да, годы проходят, они пройдут абсолютно у всех. Кто-то сфокусируется, кому-то будет достаточен доход 30 тысяч рублей, кому-то будет достаточен доход 50 тысяч рублей, 70, 100. Я целилась на доход 150 тысяч рублей, на тот момент это был уровень бриллиантового директора, сейчас это 200 тысяч рублей. Вот, если вы ставите большие тели и много работаете, если вы идете, несмотря на то, что у вас не получается, несмотря на то, что кто-то приходит, кто-то уходит, ваша жизнь кардинально меняется. Помните, я вам говорила о том, что я работала моделью, мои друзья стали известными людьми и вышли, скажем так, в шоу-бизнес. Да, мне это классно, мне это нравилось, но Арифлейн также нас выводит в тот же самый шоу-бизнес, в постоянные мероприятия, когда у нас выступают звезды шоу-бизнеса, мы с ними знакомимся. И вот, пожалуйста, у меня сейчас стало еще одно хобби, я коллекционирую фото. Первое фото было солисткой из ОВС, которая выступала в Швеции, нет, в Португалии, я уже страны путаю. Вот, смотрите, с Валентином Юдашкиным, видите, голова обрезана за счет того, что закрыт мониторчик, экран, но вот я рядом с ним тоже стою. Для меня это было очень важно, она одна из самых главных моих фотографий, даже практически волос, наверное, вот так надо, чтобы в фотографии я попадала, да. Если вы не слышите, пожалуйста, прибавьте. Для меня было общение с Валентином Юдашкиным, да, для меня просто увидеться с ним в Москве, когда я выступала на неделе высокой моды моделью, да, это было просто увидеться, но когда ты фотографируешься, и у тебя есть платье от Валентины Юдашкиной, и причем это он подбирал нам эти платья в подарок, вот это вот, понимаете, это совсем другой уровень. Вот, последние мои фотографии этого года были с Варом Николаевым, Чадовым и вот Сергеем Лазаревым буквально пару неделек назад. Компания Арифлейм из нас делает звезд, и опять же таки, не только я была и на обложке журнала в журнале, моя дочка была на обложке журнала МЛМ «Вам не игрушки», и сестра моего мужа также печатала в журнале «Космополитен». Я уже не говорю о том, сколько лидеров компании Арифлейм практически через месяц попадают, каждый месяц выходят новые и новые статьи. Поэтому, если вы делаете что-то по-другому, как-то вы чем-то выделяетесь из толпы, да, вам потребуется много лет, много. Конечно, есть везунчики, которые выстреливают сразу, но, как видите, у меня для того, чтобы стать директором, у меня не получалось пять лет, я не знала, как это, ну, точнее, как. Я работала в основной работе, у меня фокус-приоритеты были другие, у меня были сложности, но, тем не менее, вот это привело к тому, что вы видите. Самая моя большая гордость, самое, самое, самое мое счастье, вот самые яркие дни – это когда я вижу, когда не только я радуюсь тому, что мир какой-то другой, да, настолько он ярок, интересен, я вижу, как мои партнеры приезжают на мероприятия компании Арифлейм, когда они видят все вот так окей широко открытыми глазами, когда они кайфуют от этого, когда они одевают платье не только в день свадьбы, да, а еще каждый год, там, два раза в год. Теперь у них становится такая же забота купить новое платье, к каждому мероприятию и выходить в свет. Я горжусь командой, когда они зарабатывают, когда они выходят на сцену, когда они поздравляют. Вот это, понимаете, реально двойное счастье, действительно уже прям наворачиваются слезы, когда видишь, это, знаете, как твои дети, когда ты видишь, что твой ребенок сначала начинает ходить, потом ему ставят пятерки и так далее, да, ты гордишься своим ребенком. Вот так я горжусь нашей командой. Ну, не только я, наша команда начинает посещать разные страны. Первая менеджерская конференция у нас было в Египте 16 человек. Вот буквально назад мы приехали из Сочи, где нас было 21 человек, еще два человека квалифицировались, но по некоторым причинам не могли попасть. Сейчас я поставлю вторую часть презентации. Вот, и что же сейчас, да? Также назовите мне, пожалуйста, компании, которые с уровнем менеджера и в течение первого года вашей работы, в течение первого, может быть, даже в течение полугода уже могут вас повезти в какую-то страну. Вот назовите мне такие компании. Сейчас вы слышите очень много различных компаний, предложений, бизнеса, косметических компаний. Все говорят, вот мы лучшие, мы лучшие, у нас все круче, у нас здесь мы дешевле, здесь мы еще что-то. Ну, назовите мне компании, кто с уровней. Понимаете, вот даже если вы зарабатываете 50 тысяч рублей, это не факт, что вы сможете поехать в какую-то страну, потому что, ну, согласитесь, это достаточно дорого. Даже если вы зарабатываете 70 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, вряд ли вы себе позволите хотя бы жить три дня в отеле, который стоит 25-27 тысяч рублей. А столько сейчас, вот, например, вот даже на менеджерской конференции в Сочи, столько стоили наши номера. Да, вот даже сейчас я, вот мы созванивались с Катей Акопианом, топ-лидер, мы скоро полетим в Майами, но мы хотим еще, если получится, на несколько дней раньше полететь, может быть, и выбираем какой-то там город, либо Кубу, либо Гавайи, ну, Гавайи, говорят, там смыло сейчас. Она говорит, Ирина, ну, давай там отельчик, говорит, ну, я за 30 тысяч отель не буду покупать, говорит, что-то, говорит, как там не... А это топ-лидеры, да, у них доход, то есть они зарабатывают более полумиллиона в месяц. Вот, тем не менее, да, за свой счет, в принципе, даже не хочется, а компания нам оплачивает. Вот, если ты новичок, даже недавно кто пришел, вы даже, в принципе, все, если кто откроет квалификацию директора в первом каталоге 2017 года, подтверждает еще 8 каталогов, вы успеваете поехать с нами в Болгарию. Кроме того, когда вы становитесь директором компании Арифлей, компания вам начинает оплачивать автомобиль. Важно просто по сравнению с прошлым годом делать какие-то маленькие шажки и расти, расти, расти. То есть работать. Не просто стали директором, и все, классно, я получаю 25-30 тысяч. В принципе, это неплохо. Если взять среднюю стоимость, ну, среднюю зарплату, да, то и вот очень многие застревают на этой зоне комфортно, когда, наконец-таки, достигают звания директора, они видят, что, в принципе, это нормально зарабатывать, как все зарабатывать 20-30 тысяч и живут, да, где-то упускают этот момент, нету такого стремительного быстрого роста. То есть это вот еще то, что я вижу, когда люди, да, не могут выйти из зоны комфорта. То есть они делают те же самые действия, вот, которые делали как на уровне менеджера, и не понимают, что здесь нужно переломить видение другое должно быть. Уже немножко другие действия, да, вот, ну, опять же-таки, у меня, например, ушло, когда я стала директором и открыла, в 2007-м я открыла квалификацию директора, и в 2011-м у меня только закрылись первых три директора. Я тоже не могла сразу это понять, но когда я это поняла, осознала, у меня видение пошло, началось закрытие новых квалификаций. Главное понять, что каждый человек созревает по, свой срок созревания, да, понимания. И еще раз вопрос. Назовите мне компанию, которая через год ваша работа будет вам даст автомобиль, да, и которая будет просто вам оплачивать автомобиль. Либо кто-нибудь, у кого есть автомобиль, да, может, кто-то хочет квартиру купить, да, пожалуйста, 13 тысяч рублей в месяц, ипотека, я тоже думаю, что очень хорошо. Хорошая подспорья. Так вот, на самом деле очень много специальностей, очень много различных профессий есть, и самые большие сегменты на рынке – это косметика и направление велосиндустрии, которая сейчас будет догонять и перегонять такое средство, как именно косметика. Сколько, как можно быстро стать директором компании «Арифлейм». В среднем становится, на уровень директора выходит за 9-11 месяцев. Это средняя статистика. Но у нас есть лидеры в нашей команде, которые очень быстро вышли на этот уровень, да, у них был опыт, они работали в интернете, организаторы совместных покупок. Вот, и что же нужно сделать для того, чтобы действительно быстро пойти? Есть люди, кто хочет быстро строить карьеру, потому что можно и за 11 месяцев, можно и за 2 года, можно и за 5 лет, как я, например, да, и потом когда-то стать топ-лидером. Ведь на самом деле у компании «Арифлейм» пришла 50 лет назад, и через год, через 5 лет придут люди, кто также будут становиться, также расти, закрывать звания, потому что каждый день у нас рождаются новые, новые малыши, новые дети, поколения, поколения, а все люди мылись, моются и будут мыться. Да, согласны? Поколения меняются, потому что те, кто только начал работать 50 лет назад, они уже, им, скорее всего, лет по 70, как основателям, и они просто имеют пенсию, живут на эту пенсию. Кто 20 лет, 30 лет назад работал, они сейчас живут на пенсию «Арифлейм». И сейчас их бизнес продолжают и дети, потому что наш бизнес передается по наследству. Итак, что же нужно делать? Для того, чтобы быстро расти, нужно фокусироваться и проходить стартовую программу для новичков, размещать заказы на 100 баллов. Но лучше всего это делать на 150 баллов. И я так понимаю, что вы уже проходили вебинары, как по возможности дохода с «Арифлейм», также, что нужно делать новичкам по первому шагу, возможно, уже посещали наши итоговые вебинары. Поэтому я хочу вам показать еще раз этот слайд, чтобы вы понимали, что сфокусироваться. Не ждите, когда за вас кто-то будет строить бизнес. У меня не было спонсора, и так же, как и у наших многих лидеров, не было такого человека, кто им сразу строил бизнес за них. Вот, например, последнее сообщение Любы Смакаевой. Никто за нее не строил бизнес, она сама строила, рекарутировала, приглашала. И очень много людей, кто сами размещался. Аня Ахмерова, она попала в такую ветку, где не было спонсора, который за нее что-то строил. Скажите, есть в нашей команде люди, кто сам строил ветку, бизнес, приглашал им? Ну, может быть, там, если даже перепало несколько регистраций, да, это было хорошо. Есть такие люди? Пожалуйста, напишите. Вот. Смотрите, ваша цель, первый каталог максимально, даже если вы, вот, смотрите, то, что, вот, давайте еще раз, даже если вы сейчас уже давно в Reflame, вот то, что было вчера, это результат вчера, то, что сегодня, результат сегодня. Нужно сфокусироваться, чтобы каждый каталог, не важно, в каком вы уровне, находить три человека, которые проходят стартовую программу. Еще раз, не важно, на каком вы уровне, новичок вы, менеджер, директор, золотой директор, важно, помимо вашей работы, что вы делаете, находить три человека, которые пройдут первый шаг стартовой программы, разместят заказы на 100 бонус баллов. Это два продукта wellness, витамины, например, для женщин или для мужчин. Скажите, это много? Сейчас все понимают о том, как важно наше здоровье. Я не говорю сейчас о шампуне, помаде и больших средствах. Я говорю вам о том, что сейчас практически каждый человек начинает принимать витамины. Два продукта находить, три человека. Окей? Первый каталог – это первый шаг стартовой программы, грубо говоря, да, вы получаете бесплатный набор продукции на вашем доходе. Что будет дальше? Если вы научились это делать, важно через ваших знакомых поднять списки их знакомых и научить их найти по три человека. Вы также, если вы научились находить три человека, найдите у них, найдите у них, созвонитесь с каждым, прошерстите их век в состав, не надо бегать, искать где-то далеко. Вы знаете, мне очень понравился такой анекдот в тему, что представляете, как вы в какой-то пустыне, раз, бак, находите клад, и сколько бы вы ни копаете, копайте, там золото. Набрали мешки, побежали себе там куда-то в пещеру, отложили, все, прибегайте опять, и сколько бы вы ни копали, там золота больше, 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 больше. Опять собрали еще больше пакетов, мешков, тележек, чемоданов, отвезли, приходите, а там еще больше алмазов, золота и так далее. Куда вы побежите? Расклеивать объявление, что в том месте золото. Соцопросы проводить, на сайтах писать везде, все, там требуется 5 человек для того, чтобы найти золото, копать золото, вот сколько ни копаем, все там золото и золото. Куда вы побежите? К своим близким. У своих близких найдутся люди, кому действительно, кто хочет путешествовать, кто хочет автомобиль, чтобы компания ему оплачивала. Есть такие люди, обеспечить детей? Так вот, ищите среди ваших людей. Вы можете найти сами, приглашайте на подобные вебинары, давайте в записи, показывайте примеры тех людей, кто достиг. Да, будет очень много, кто придет, уйдет, не поверят, ходить будут люди у нас разных профессий, и они также должны работать и в медицине, и преподавать, и стоматологи, и кто там, уборщицы, все разных профессий. Но здесь есть деньги. Арифлейм для всех, но не все для Арифлейм. Так вот, если вы научились это делать, второй шаг, научитесь делать, помогите вашим трем людям, помогите найти по три человека, и ваш доход 2-300, и эти деньги пойдут на предоплату следующего заказа, вы получаете, плюс еще второй шаг по стартовой программе. Что будет дальше? Если вы научились это делать так, научитесь делать то же самое еще ниже, чтобы у каждого вашего человека также нашлось по три человека. Обучите людей обучать, обучите людей, приводить дальше людей. Это очень важная составляющая. На третьем шаге стартовой программы вы уже заработаете более 10 тысяч рублей, получите набор по стартовой программе, который стоит больше 4 тысяч рублей. И вот смотрите, если первый и второй каталог вы покупаете себе сами wellness, три продукта, то на третьем каталоге вы обеспечите продукции wellness не только себя, своего мужа, но и вашего ребенка. Еще раз, вложите свое здоровье в первые два каталога, это 150 баллов. И на третьем каталоге вы уже, если вы докажете вашим людям, как важно и что нужно делать, то на третьем каталоге вся продукция wellness уже у вас бесплатна. Ну, либо вы потратите, конечно, это на другие деньги, на доход. И на четвертом каталоге, если вы также, вот это базовое, что бы как бы ни происходило, сколько бы у вас структуры не было людей, если вы сами будете приглашать трех людей, которые делают 100 баллов, то есть где-то вы их извне находите, помогаете вашей команде, либо в вашей команде, к вашим партнерам, каждому, вот у вас три человечка, находите и раскидываете по одному человечку, неважно где, если вы не делаете этот элемент, то ваши партнеры не будут делать то же самое, у вас не будет постоянной практики это делать. Окей? Еще раз, если вы сами этого не делаете, у вас не будет поток людей. Три человека, три человека, кто проходит первый шаг стартовой программы. И вот на четвертом каталоге, даже если это теория, а вы видите, сами сказали, что это самостоятельно сделать, у каждого знакомого можно отыскать трех людей, вы получите доход 32 тысячи рублей. В месяц это практически 50 тысяч рублей. Ну и дальше уже, конечно, это будет просто вообще фантастика, это наш идеал, к которому мы будем с вами стремиться. Открыта квалификация старшего директора, золотого, старшего золотого. Более подробно, у меня есть вебинар маркетинг фан. Я вам покажу, где его посмотреть, где я рассказываю подробности. Но на этом уровне в месяц вы будете зарабатывать более 70 тысяч рублей, причем это все показано в расчетах по курсу, который действует сейчас. Плюс, подтвердив 8 каталогов, это полгода, вы получаете премию 7,5 тысяч долларов суммарно, или практически полмиллиона. И не только в Болгарии, но и машина ждет вас. Что же нужно? Еще раз, нужно научиться делать 150 баллов, а потом 250. Первое, это высокобюджетные, если у вас есть возможность, вы приобретаете wellness, плюс дополнительные сопутствующие товары по уходу за лицом, макияж и так далее. И второе, вы организуете для семьи, своей семьи, покупку на один номер. Посредняя статистика, у нас потребление продукции тысяч рублей на семью по России. У кого-то это там 800 рублей, у кого-то 5000 рублей, у кого-то 8000. Или семьи, ой, я вылетела, я вылетела, но я тут, меня слышно, видно? Ребята, слышно, да? Надеюсь, запись продолжается. Если вы научитесь делать на один номер, не переплачивая, просто они говорят, мы не хотим ни в какую быть в Арифлейн, вы окей будете на 1000 рублей брать здесь по себе стоимость, докажете им, расскажете о продукции. Я думаю, проблема с этим не будет. Ну и дальше мы вас научим, как делать больше товарооборот. Что еще важно? Сегодня я делала фотографию, да, о том, вот понимаете, вот приходит осознание, приходит мудрость. Я раньше была просто фанатом макияжа, мне нравилось покупать новиночки, красить волосы, все, но поймите, ну я поняла одно, что самое важное, это ваша кожа лица. Важно сохранить вашу кожу лица как можно моложе, чтобы выглядеть красивой, шикарной, ухоженной женщиной. Очень часто нам говорят, ой, серия по уходу за лицом, это дорого. Дорого по сравнению с чем? Как вы хотите выглядеть через 10 лет? Это мои фотографии, я думаю, что в принципе, вот если взять, где мне 24 года, 12 лет назад, посмотрите фотографии, я также с тональным кремом. У меня, между прочим, вот здесь вот мимические морщины прямо настолько ярко выражены были, сейчас они просто ушли, да? Да, конечно, мы все с вами стареем, это нормально, да, это естественный процесс, но я хочу, я просто, да, я горжусь о том, что, я горжусь компанией Reflame, я говорю, это, я верю в результат, что действительно без всяких ботоксов, уколов, подтяжек, лифтинга, в принципе, я выгляжу достаточно хорошо для своего возраста, это важно, поэтому главное, главное, вот именно главная сильная сторона компании Reflame и фокус видения компании Reflame на 20 лет, ребята, сейчас очень многие компании выбирают свои стратегии, кто специально занижает стоимость продукции, но давайте подумаем с вами, скажите, вот люди, например, многие там вот бегут в другие компании либо покупают продукцию, которая подешевше, хочу сразу сказать, что компания Reflame никогда не будет дешевкой, потому что дешевая продукция, она не может быть качественной, вот скажите, какие дебилы покупают айфоны, зачем, ведь можно купить китайский телефон, он будет в принципе такие, вот почему, да, вот одни говорят, мы, нет, мы лучше пойдем и купим дешевый, ну какие тогда дебилы покупают и делают компанию Apple самой мощной, самой продаваемой, самой узнаваемой, самой престижной, посмотришь хоть какой-то там фильм нормальный, там везде, там компьютер открывается, значок Apple, то есть, как вы думаете, люди гонятся за то, чтобы продукция была дешевле, нет, люди, наверное, конечно же, все покупают по своему достатку, бюджету, но люди идут за качеством, например, возьмите машины, да, все что ли люди ездят на Запорожцах, на Аках, на Ладах, нет, люди стараются где-то подсобирать и купить качественное что-то, кто последний раз из вас одевался на китайской бараховку, все стараются побежать купить какую-нибудь китайскую шмотку, самую дешевую, вот прям со мной, пусть там за чашки будут, ну и фигня, ну и фигня, ребенку взять, купить там самую дешевую китайскую обувь, ну ладно, фигня, нога вырастет, нет, мы, наверное, стараемся купить соотношение цена-качество что-то лучше, правда? Так вот, компания Арифлей выбрала стратегию как раз таки, что с вами будет, да, красота изнутри, красота как образ жизни, стиль жизни, потому что никогда не выйдет из моды, никогда не выйдет из тренда ваше лицо, ваша молодость, и сейчас женщины не экономят на своем уходе, они могут где-то на чем-то, да, но вот это вот осознание все приходит и приходит, меня слышно, а то я не вижу ни что-то плюсиков, минусиков, вы тут, вот, я также верю, что можно и через 10 лет надеть свое любимое платье, достать из гардероба, а все это просто следить, также я достала фотографию, вот, где я была на банкете 10 лет назад, в платьишке, одела его летом, оно мне подходит, да, и я знаю, что, как бы, когда я одеваю коротенькие платья, хотя мне уже это не по возрасту далеко, да, я помню, как у меня коллега одевалась в 30, одевала меню, я говорила, как не стыдно, мать двоих детей, ну, это просто, вот, там, порнография, и когда я одеваю, мне уже скоро 37, и когда я одеваю мини-юбки, мне, конечно, с одной стороны, стыдно, но, блин, мне хочется, но я знаю, что мое тело, мои ноги выглядят, как будто мне 25-30 лет, и я продолжаю, и никто не говорит, что это там сильно, ну, может быть, это, конечно, бывает, это чуть-чуть бульгарно, но я кайфую от своего тела, я кайфую от того, что я могу его контролировать, свои объемы, формы, подкачивать его, это классно, и сейчас новое поколение, скажем так, дети Y, да, скажем, как их называют, там, поколение, они понимают, что такое здоровое питание, зайдите в инстаграм, вы посмотрите, какие фитоняшки, они все занимаются, поддерживают здоровье, знают, что такое правильное питание, знают, как правильно пользоваться продуктом, ну, я имею ввиду, чтобы не просто худыми быть и сидеть на диетах, нет, они уже разбираются, они в тренде, и это будущее, это, ребята, будущее, согласитесь, никто не сидит на диетах, кефирки и так далее, посмотрите в инстаграм, фитоняшки занимаются, знают, что такое, делают упражнения, планку, ЗОЖ идет по всему миру сейчас, и мы в тренде, потому что аналогов нет, кто хочет, у нас есть классный вебинар, нужно разобраться в этой тегории, он идет очень много часов, там полностью все компании разобраны про элементом, про макро-нутри элементом, все коктейли, какие есть, все витамины, какие есть, самые известные в мире, опять же, если вы хотите зарабатывать много, в этом разберитесь. Дальше, по поводу дохода, 99% людей хотят зарабатывать больше, денег людям не хватает, даже мне не хватает, сколько бы не хватало, там новая квартира, новая покупка мебели, еще какой-то куда-то, я хочу зарабатывать больше, ваши знакомые тоже нужны деньги, и они найдут, и сейчас идет такой тренд, что люди работают на основной работе, ищут подработку, где-то зарабатывают, потому что везде можно выкроить время, даже работая где-то на основной работе, всегда можно зайти в социальную сеть, согласитесь, даже если вы просыпаетесь утром, куда вы лезете? Телефон. Если вы едете в автомобиле, в метро, куда вы лезете? В телефон. Если вы с ребенком сидите на каких-нибудь, там, не знаю, на каком-нибудь, там, ребенка сопровождаете, куда вы лезете? В телефон. В пробках вы сидите, куда вы лезете в телефон в социальной сети? Скажите, у кого как? Может быть, и одна такая ненормальная? Кто залазит в телефоны часто? Если вы увидите, что едете в маршрутке, 90% людей, молодежи, будут сидеть в телефоне, согласитесь, в телефоне, а в телефоне, в интернете можно делать бизнес, дополнительно использовать каждую минуту, и несмотря на то, что вы где-то работаете, у вас чем-то вы занимаетесь, согласитесь? Так вот, начните с списка знакомых. 300 человек, кому говорите здрасте, видите в маршрутке, видите в магазине, даже не знаете, как зовут, потому что их пригласят либо в Арифлейм, либо в другие компании, для того, чтобы они зарабатывали больше. Не гонитесь за людьми в интернете, потому что с вашими знакомыми проще говорить. Если вы пригласите 300 человек незнакомых через интернет, то вам сначала нужно еще очень много времени для того, чтобы узнать друг друга, чтобы найти контакт доверия, чтобы понять, как выглядит человек, подобрать продукцию. Три человека в каталог из 300 знакомых надо находить и говорить. По одному человеку в неделю говорить надо много. Правила бизнеса – это организация личного и командного обучения, организация, организация личного и командного рекрутинга и организация личного и командного товарооборота. Все очень просто. Что нужно сделать сразу после регистрации, если у вас появился новичок, нужно послать его на… У нас много командных обучающих сайтов. Нужно просто послать его, дать ссылку на раздел «Новичка. Первые шаги». И также второй сопроводить для того, чтобы он сходил на… У нас два раза в неделю проходят вебинары по запуску новичка. Туда привезти вашего партнера. Привезти. Второе. Если вы новичок, вам нужно добавиться обязательно в Telegram либо сопроводить всех ваших новичков, кто приходит в Telegram. Минимум – это наш чат онлайн-про для новичков. Это продуктовый чат, чтобы люди разбирались в продукции и делали 150 баллов. И третий – это wellness-чат. Также у нас есть очень много других чатов. Главное, что сразу помочь новичку и самому отключить оповещение на телефоне, чтобы не беспокоило. Потому что там вся нужная и полезная информация. Далее. Вот смотрите. Сегодня у нас вебинар и присутствует 77 человек. У нас есть как новички, и как менеджеры и директора. Задайте сами себе вопрос. Это хорошо. Я вам говорю спасибо, что вы присутствуете в этом вебинаре. Но сколько человек вы привели на вебинар? Вы понимаете, что вам нужны деньги? Вы понимаете, что вашим людям обучение нужно? Вы понимаете, что… Да, теоретически вы знаете, но сколько людей вы привели на вебинар, разослали сообщение, какое-то, может быть, по почте? И сколько людей потом проконтролировали, чтобы человек дошел? Задайте сами себе вопрос. Сколько людей вы привели? Ребята, вот задумайтесь. Следующий момент. Это как вы… Первый шаг, ваша задача. Вот согласитесь, сложно просто послать смс, чтобы человек пришел на вебинар. Вот сложно? Я думаю, нет. Сложно потом еще позвонить, почему ты не пришел на вебинар. Нет. А знаете, что сложнее? Сложнее это делать этот вебинар. Делать слайды. Делать несколько дней, ребята, вот этот. А наши партнеры, наши лидеры, наши команды это делают. Каждый день у нас проходит обучение. Это гораздо сложнее. И вы много находитесь уже в проекте. Как сложно сделать вебинар. И за вас это делают. Но вы не цените, и очень многие люди не ценят это. До тех пор, и вы не будете расти до тех пор, пока не будете приводить людей на вебинар. Контролировать посещение. А потом, когда станете менеджером, проводить сами эти вебинары. Проститься проводить эти вебинары. Потому что если вы не научитесь говорить, вы не станете топ-лидером. Вы не будете зарабатывать 200-300 тысяч рублей. Ваш уровень дохода останется на уровне 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, пока вы останетесь просто молчащим лидером, который не приводит. Это одна из самых основных распространенных ошибок. Вы должны понимать, зачем эти вебинары. По вторникам у нас проходят вебинары, которые направлены больше на продукцию, на то, чтобы узнать продукцию, научиться, как делать 150 баллов. По средам у нас проходит презентация бизнес-проекта, расчеты выплат, маркетинг-план, за что мы получаем, как мы зарабатываем деньги. Во вторник в 13 часов первой и второй недели и в четверг, ну вот можете посмотреть, да, наверное, не с того начала, что первая и последняя неделя каталога у нас в основном в 13 часов идут вебинары. На второй неделе у нас в основном в 18 часов времени, во второй половине дня идут вебинары, кто где-то работает. Но тем не менее сейчас все можно посмотреть в записи. Но здесь такая вот еще обратная сторона этого. Если человек онлайн присутствует на вебинаре, то эффективность 80% то, что он возьмет от информации. Если человек посмотрит в записи вебинар тот же самый, эффективность его снижается до 20%. Выбирайте сами, какую организацию вы хотите построить. Ваши вебинары, как новички, это по вторникам, средам и пятницам, где мы рассказываем о методах рекрутирования. Как только у вас появляются новички, вам нужно их будет обучаться, сопровождать, добавляются еще и вебинары по понедельникам. Ну и потом у нас есть вебинары для менеджеров. И, наверное, такой вебинар, если вам он понравится, я его буду, конечно же, усиливать, улучшать, укреплять, скажем, какие-то фишечки. Буду проводить раз каталог, запуск новичка, чтобы ваши новички видели и смотрели, то есть понимали глобальность того, что надо. Сейчас, может быть, этот мой вебинар будет микс, потому что я обращаюсь даже очень много к партнерам нашей команды, чтобы я им подсказывала, да, какие-то их ошибки, когда они застревают на каком-то определенном уровне, и что мешает их росту. После того, после обучения системы вебинаров, то, что вы посмотрели, важно посмотреть презентацию бизнеса «Маркетинг-план». Она у меня есть в записи, можно найти на разделе, также зайти в Google и просто задать в поиск «Маркетинг-план Арифлейн» и потихонечку раз в неделю пересматривать записи, видео других лидеров, особенности топ-лидеров. Вот, узнаете, вот, открывайте «Мир Арифлейн», там на последней странице есть рейтинг топ-лидеров. Вот задайте в поиске презентацию бизнеса этих людей и посмотрите. Про спонсора. Если вы только зарегистрировались, либо вы уже давно в команде, важно самому искать вашего спонсора, созваниваться и доставать его. В ближайшие два дня позвонить спонсору. Если вы новичок, добейтесь, узнайте, кто ваш настоящий менеджер и директор и назначите им планерку. Потому что ваш бизнес в ваших руках. Вы делаете бизнес сами. Будьте настойчивы. И если кто-то к вас кто-то пригласил и бросил, ничего страшного. Это его выбор, потому что очень много людей, кто нас приглашает и потом бросает, или им некогда. Никогда не равняйтесь на человека, кто у вас выше. Всегда равняйтесь на человека, кто еще выше тот уровень, который вы хотите достичь. И с того момента, когда вы начинаете расти, помните, что вся структура, которая находится под вами, это ваш бизнес. И вы должны знать всех ваших партнеров. Понятно? Потому что может что-то случиться у вашего вышестоящего лидера. Может он передумает. Может он пойдет опять в поисках очередных новых компаний. Может муж запретит заниматься. И что? И всех людей, которых он под вами пригласил, куда они денутся? Это ваши люди. Вам повезло, что вам кому-то нашли людей, там построили. Не всем так везет. Если повезло, срочно знакомитесь с вашими новичками. Даже если вы не знаете, как управлять бизнесом, просто знакомьтесь, будьте друзьями. Про задачи. Важно. Лично. Вот сейчас еще один момент. Важности. Лично. Вам лично. Нужно организовать товарооборот на 3000 баллов. На приглашать столько людей. Хоть самому продать на 3000 баллов, я не знаю как. Но лично. Это ваша организация. Не ждите от спонсоров какую-то подачку. Нужно научиться организовывать товарооборот на 3000 баллов. Сколько потребуется для этого людей? Может быть это 3000 человек, которые закажут 3 мыла. Или там закажут заказ на 300 рублей. Либо это 100 человек, которые делают заказик там на что-то, там на одну туалетную водичку. Либо это 30 человек, которые научатся заказывать 2 продукта, либо 20 человек, кто делает по 150 баллов. Либо. Вот 3000 баллов. Это ваша задача. Если вы новичок, запомните, что ваша задача это 3000 баллов. Найдите в вашей организации два человека, кто хотят стать директорами, чтобы они сделали сами так же 33 тысячи баллов. Я рублей написала. Смотрите. Три партнера, которые пойдут на квалификацию директора и сделают сами самостоятельно товарооборот 3000 баллов, это вы директор. Еще раз. Каждый человек, не знаю, за какой срок, у каждого свой срок. Первый шаг – это организовать товарооборот на 3000 баллов и найти двух людей. Этот понятен? Момент. Давайте плюсики проверка связи. 3000 баллов – это первый шаг каждого человека. Как быстро вы хотите стать директором? Хотите стать через 3 месяца? Значит, каждый месяц по 1000 баллов вы должны организовывать. Вас повторят. Хотите стать за полгода? Разбейте 3000 баллов на полгода. Вот, пожалуйста, это будет ваш план. Это ваш личный план. Сколько вы хотите? В этом каталоге 300 баллов прирост. Считайте только себя. В этом каталоге 300 баллов. В следующем 600 ставьте баллов. И так далее. Как быстро вы хотите стать директором? Поверьте, сделайте свой товарооборот 3000 баллов, своих личных людей, которых сами пригласили, и, соответственно, найдутся два человека, которые вас повторят. Дальше. Когда к вам придут люди, что нужно делать? Нужно найти в вашем командном сайте этом командном сайте ОриОфис, либо другой командной, потому что у нас очень много команд. Сопровождение твоих новичков. Что нужно делать? 21 шаг. И прям по этим шагам. Вначале можно дальше с вашим настоящим спонсором, когда он слушает вас, а вы созваниваетесь, сопровождаете. Важно отправлять ему и рассказывать, как вы сопровождали новичков, как ломали свои первые дрова, как вы портили первых людей. Когда я готовилась к этому вебинару, поверьте, ни одного человека, кто был на открытии офиса, их нет в моей команде. Их нет. Осталось несколько человек, кто работал. Это Светлана Волкова, Люба Смакаева, Владимир Волков, Наталья Васильева. Это первые люди. Все остальные ушли. И так будет дальше. Но, тем не менее, это не помешало мне стать топ-лидером. Так же, как и вам. Время проходит. Какую вы задачу себе поставите? Доход там на 20-30 тысяч рублей, тогда у вас ничего не получится. Если вы поставите себе 50-100 тысяч, тогда будет больше. Я взяла статистику, слайд, среднюю статистику онлайнщиков. Онлайнщиков. Это не наша, это просто общая вся статистика. Если вы проводите собеседование, вы говорите, я работать хочу только онлайн. Ради бога. 100 собеседований качественных не сразу получится. Такая статистика. А потом на второй, на третий, через полгода работы, когда вы наработаете свой текст, стиль, когда вы делаете по 5-10 диалогов, вы получаете 100 собеседований качественных диалогов, 20-30 регистраций. Вот смотрите, 100 собеседований. Сколько человек, с кеми людьми вы общаетесь, сколько человек. Если 5 человек в день, вам потребуется сколько? 20 дней. Но не факт, что вы отработаете. Уберем выходные. В среднем у нас 1-2 диалога проходит. 100 собеседований делим на 2 диалога, это 50 дней. Если вы качественно бы работали. Ну так ли это? Ну смотрите, я имею в виду статистика, что качественные, качественные. Но вам же сначала нужно познакомиться с человеком, поухаживать, да? А не сразу, да, всем говорить там бизнес Арифлэйм, бизнес Арифлэйм, там 1000 долларов получишь, 2000 долларов. Сейчас никто в этом не верит. Если вы научитесь проводить собеседование голосом, опять же таки, зайдите в YouTube, просто вот там масса, постоянно новые презентации появляются. Лучшие, лучшие топовых лидеров, кто работает в собеседовании. 100 собеседований голосом, получите 40 регистраций. 50 контактов по теплому рынку ваши знакомые дадут 30 регистраций. Это более качественный рекрутинг. Если вы создадите свой сайт, блог и будете отправлять туда ссылки, 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 то 100 контактов получите 1-2 регистрации. То есть смотрите, вы будете делать очень много действий, у вас будет маленькая статистика. А еще дальше 100 регистраций по холодному рынку вы получите всего лишь 2 бизнес-партнера, кто будет работать, и вы получите всего одного директора. Но если вы сделаете 10 регистраций по теплому рынку и с ними проговорите, то одного человека, бизнес-партнера, который станет директором, вы получите. Ваш план научиться делать 1 регистрацию в день. Сначала, конечно, это не будет получаться, мы нарабатываем опыт, и всегда мы фокусируемся и ставим себе цель. Про организацию потока людей. Что нужно? Написать и пополнять список знакомых ежедневно, минимум 300 человек. Скажите, кто в течение последней недели каждый день пополнял список знакомых? Согласитесь, честно напишите. Кто в течение последней недели хотя бы по одному человечку, хотя бы 7 человек пополнил список знакомых? Есть такие люди? А как быстро вы растете? Это к тем, кто, опять же таки, все говорят, вот почему-то я не расту. Но все знают, что список знакомых это самое первое, самое важное, что нужно делать и его пополнять. 7 человек в неделю должно быть у вас написано. Личный бренд это личные страницы, мы их не трогаем, мы не спамим, мы не пишем Арифлейм, Арифлейм, Арифлейм. Мы делаем фотографии, мы наблюдаем за другими успешными лидерами, мы подписываемся на всех успешных других лидеров компаний, команд и смотрим, как они ведут свои личные страницы и делаем то же самое. Мы делаем классные посты, копируем посты наших лидеров, команды, например, вот сейчас одна команда растет, там накрывается, вот сейчас в этом каталоге, например, откроет квалификацию какой-то директор, да, ура, в нашей команде появился директор. Вы врете? Нет. Ура, в нашей команде открыта квалификация золотого, у нас кто-то там поехал туда-то, туда-то в нашей команде, у нас одна команда и нужно учиться пиарить командный бренд. Важно, завести страницы во всех соцсетях. Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, Контакт. У кого все есть эти социальные сети, именно как личные брендовые сети? Соцсети, где вы делаете минимум один пост в день. Важно! Один пост в день. Наблюдайте за другими людьми, сохраняйте интересные посты в копилочку. Пройдет неделька, все те же самые посты вы можете выкладывать. Делать перепосты. У вас должна быть почта на Google и на Яндексе. Google, там у нас есть таблицы, кроме того, Google важен для того, чтобы потом ввести YouTube-канал. Как можно раньше заводить YouTube-канал для того, чтобы учиться с первых, с первых буквально дней делать видеоролики. Как только вы получаете ваш заказ, первое ваше задание – снять на телефон ваш заказ. Пускай это будет 2 минуты. Пускай не будет вас там модель накрашенной, красивой, просто я заказал себе вот это, я попробовала вот это, это мне понравилось, а вот это так выглядит, а такой цвет помады. Скажите, это сложно? Просто коробочку свою снять, коробочку, и показать оттенки, может быть, помады на руке. Это сложно? Не себя даже. Это не сложно. А дальше вы просто с телефона выкладываете в интернет. Это не сложно. Почему же, если это не сложно, никто не делает? Точнее, единицы это делают. А вы нарабатываете мастерство ораторского искусства. Важно также изучать способы подачи информации, способы рекрутинга. Опять же таки, у нас есть командные вебинары, где мы постоянно совершенствуемся, рассказываем фишки. Также у нас есть YouTube, когда вы набираете любой метод рекрутинга, и сейчас все лидеры для того, чтобы прокачать свой личный бренд, все делают в открытой записи. И каждый день находятся какие-то фишки. И тот метод рекрутинга, который работал неделю назад, он сейчас не работает, но всегда будет работать список знакомых. Вариант первый. Либо вы постоянно в поисках нового и новых людей ищите в интернете, как можно рекрутировать. Второе. Либо вы каждый день пополняете список знакомых на одного человека и учите, какой-нибудь выучили 5-7 минут презентацию и просто ее начинаете рассказывать. Какой путь выберете вы, я не знаю. Кто-то мастер-классами будет. И 2-3 раза в неделю сами ищите вашего вышестоящего лидера, менеджера, договаривайтесь, чтобы была у вас планерка, рассказывайте, что вы сделали, что у вас получается, что у вас не получается, для того, чтобы ваш лидер вас анализировал, рассказывал о том, что у него получается, чтобы вам найти какую-то фишечку, потому что его фишка, ваша фишка будет 2 фишки. У него не получается, а у вас получается. У кого-то друг другу подсказали, какую-то третью идею выработали, все, опыт. Один посмотрел один вебинар, второй посмотрел второй вебинар, фишки совместили, все, дальше растете. А потом вы пошли общаться с другим лидером и там узнали что-то. Потом еще узнали какую-то информацию, объединили, провели общий вебинар. Окей? Ну и я уже не говорю о том, что у вас на телефоне должны быть Viber, WhatsApp и Skype скачаны для того, чтобы бесплатно общаться с вашей командой по всей России. Ну и подведем итог нашего вебинара. Чуть попозже он закончился, я укладывалась, хотела в час. Ваша цель на год? Сфокусироваться и сделать все возможное, чтобы сразу закрыть три звания за этот год. Директор, старший директор, золотой директор. Получить три премии суммарно, 4,5 тысячи долларов, выйти на доход где-то 60-75 тысяч рублей, посетить банкет директоров, получить два значка серебряных, один золотой, начать участвовать в программе «Мой автомобиль». И с этого момента вас ждут международные конференции. Надеюсь, вам этот был вебинар полезен. И ровно через месяц, также в четверг, вы приведете как минимум 5 человек. Давайте договоримся. Каждый себе поставит цель. 5 человек привезти на этот вебинар. Кто хочет поставить цель? Кто хочет, чтобы бизнес развивался? Помните, 3 человека у вас должны квалифицироваться. 5 человек пригласите на вебинар. И проконтролируйте, чтобы каждый ваш партнер пригласил по 5. Давайте договоримся. Все. Всем успехов. Целую. До новых встреч.